Оперативное совещание главы Ленинского городского округа началось с доклада единой диспетчерской службы. За прошедшую неделю поступило более тысячи обращений граждан по разным вопросам. Далее главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев проинформировал собравшихся об эпидемиологической ситуации в муниципалитете. Сотрудники МЧС рассказали о происшествиях и чрезвычайных ситуациях на территории округа. Начальник управления образования Наталья Киселева доложила о том, что на прошлой неделе школьники приняли участие в тесте по истории Великой Отечественной войны, о работе рождественских чтений и о других мероприятиях в учебных заведениях муниципалитета. Обучающиеся 10 классов у нас выполняют региональные диагностические работы. 1 декабря была проведена работа по обществу знаний. На текущей неделе 6 и 8 запланированы работы по математике и функциональной грамотности. Глава округа, подводя итоги встречи, отметил, что в данный период особо внимательными нужно быть коммунальным службам и держать на контроле внутридомовое газовое оборудование и уборку дворовых территорий. Один момент, наверное, можно отметить в положительную сторону. Это тот самый лед, о котором неделю назад мы еще говорили. Наверняка, я думаю, что он там нарастает в хорошей динамике, но тем не менее начальникам терротелов и профильным нашим службам нужно вот здесь вот на стыке все-таки контролировать с тем, чтобы не допустить никаких случаев. В завершении совещания Алексей Спаски напомнил о праздничных событиях в декабре и о подготовке катков с искусственным льдом, на которых пройдут два масштабных мероприятия – показательные выступления известных фигуристов и матч звезд хоккея. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.